Сброс! Экипаж одевает защитные очки. Точно по расчёту сработала парашютная система. Бомба приближается к точке взрыва. Высота 4000 метров. Осталось три секунды. Две, одна, ноль. Взрыв сопровождался световой вспышкой необычной силы. В этот момент самолёт-носитель находился в 45 километрах от места сброса. Вспышкой последующей свечения, несмотря на сплошную облачность, были видны в радиусе до тысячи километров. Пылевой столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объёме. Через несколько секунд после взрыва диаметр пылевого столба составлял около 10 километров. В это же время с самолёта, находившегося в 250 километрах от точки взрыва, был виден огненный купол из раскалённых продуктов взрыва. Увеличиваясь в размерах, облако медленно поднималось вверх. В своём конечном развитии оно достигло высоты 60-65 километров. Его диаметр равнялся 90 километрам. В дальнейшем облако начало утрачивать грибообразную форму. Вспомним, как выглядело опытное поле до взрыва. Теперь его вид сильно изменился. На десятки километров вокруг опалённая взрывом земля. Разбиты входы в подземные приборные сооружения. Вся регистрирующая измерительная аппаратура на опытном поле сработала нормально. Полученные данные позволили определить фактическую мощность взрыва, характер ядерной реакции, точность срабатывания автоматики изделия и ряд других факторов.